Урожай собран, пора подводить итоги. На заседании правительства вопрос о работе агропромышленного комплекса в 2016 году. Руководитель профильного ведомства отмечает, в году текущем сельхозпродукции в общем произведено на 17,8 миллиарда рублей, что на 100 миллионов больше, чем в 2015. По ряду показателей есть прирост. Надой молока на корову в текущем году по результатам 10 месяцев выше уровня прошлого года, соответствующего периода прошлого года на 237 литров и составил 4781 литр. Скажу, Павел Алексеевич, что это примерно восьмой показатель в ЦФО, ну и в Российской Федерации мы идем надой выше среднего. Не только производить, но и успешно реализовывать собственную продукцию. В прошлом году губернатор поручил увеличить вдвое долю присутствия на прилавках магазинов товаров местного производства. Задача не выполнена. У нас по предварительным результатам в региональных сетях представленность порядка 54%. Общая представленность по всем, не только по тем видам продуктов, которые у нас производятся в больших объемах. В федеральных сетях, к сожалению, скромнее только лишь 25%, но вы знаете, что с ними сложнее работать. Мое знание не имеет принципиального значения, потому что мы имеем соседние регионы и имеем другую картину. Как не выполнено и другое поручение губернатора, не произведена инвентаризация неиспользуемых земель сельхозназначения. Павел Коньков потребовал от районов и профильного ведомства завершить эту работу, чтобы все пустующие территории были внесены в публичный реестр. Есть важнейшее поручение президента Российской Федерации по изъятию земель сельхозназначения, неиспользуемых. Договорились о первом шаге. Проинвентаризировать и на публичное обозрение вывесить. Абсолютно бумажная работа. Вы мне процесс продолжаете описывать. От проблем бумажного толка к реальной угрозе. О борьбе с лейкозом крупного рогатого скота читался начальник службы ветеринарии. Подвижки есть. Количество больных животных за год снизилось с 12 до 9,5%. Минсельхоз требует полностью решить проблему к 2020 году. Болезнь такова, Павел Ильич, я должен сказать. Ни лечения, ни профилактики не разработаны и нет. Когда процентным соотношением достигается до 96%, других методов нет, чем полной замены. Мы с хозяйствами, с руководителем об этом очень долго говорим, ряда лет. Но, к сожалению, понимания пока на сегодняшний день нет. Еще более жесткие меры необходимы в борьбе с африканской чумой свиней, считает губернатор. В частности, Павел Коньков предложил службе ветеринарии организовывать рейды в места торговли поросятами. Зачастую покупатель верит на слово, что хрюшка здорова. Порой не подозревая, какую угрозу в собственных руках несет свой дом. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.